всем здарова с вами макс пауэр и сегодня у нас ремонт ps1 в какой раз уже но я ремонтировал еще до того как появился интернет и во время интернет у нас есть пару роликов на канале можете посмотреть и вот одна из них опять пришла ко мне на ремонт почему опять потому что не все одинаковые по модели поэтому для меня не куси как одна эта модель из кп h 102 сегодня мы ее посмотрим что здесь сломалась починим джои если они не работают ну и поиграем конечно все как мы любим итак сначала должны подключить ее к моему тюнеру моему компьютеру но есть проблема мне пришла она без блока питания поэтому я буду использовать блок питания вот такой от ps2 slim версии на 8 с половиной вольт вообще ps slim к 1 она запускается от 7 с половиной вольта но после стабилизаторов которые внутри встроенные там всего остается 5 и 3 3 вольт насколько я помню короче этот блок питания в принципе подойдет но есть небольшая вероятность того что он будет греть ее неплохо может лишний вольт будет где-то оседать на них если вы хотите поменять ps2 блок питания ps1 будьте осторожны и делать это настрой свой страх и риск иначе есть вероятность спалить нашу поечку или надо превратиться в реальную поечку которая закручивает волосы от нагрева да такие вот странные шуточки что ждать и подключим и попробуем чё как с ним вообще и почему и работает джойстики что в них сломано что же я играю на своем компьютере при помощи тюнера благодаря модифицированному кабелю с видео которую можете посмотреть как сделать на нашем лайв канале вот она наша любимая почка первая основная тут все работает мы с нее стримим аудио-видеоразъемы все коделянковой пойду ps3 что их очень объединяет и упрощает нам жизнь для подключения к тюнирую например и к любому телеку так она работает ну покрайней мере да все работает процессор по крайней мере и bios запускается еще посмотрим так у меня диск был от моей эпохи это у нас по моему медалька записывали последнем стриме да не читает вот мне многие спрашивают какую брать лучше слим например версию или фатку старую я вам скажу сразу берите фатку вот у них нет таких проблем я в крыме не встречались нет лазер то садится в обоих я имею ввиду что там хоть что-то пытается прочитать он всегда рабочая тут там отрубает и все видать в 100 вторых версиях вот именно в этих слимах из какой-то косяк с лазерной головкой вот это серый который тут идет ведь вот это она по моему до оригинального такого цвета а вот которые уже с китая менял они обычно вот такие вот они черные идут черного цвета так что вот эти оригинальные серы которые были на слимах они как раз отключат такие пироги меняем привод и все я думаю на этом весь ремонт и закончится главное что процессор то рабочий но еще можно для прикола вот я возьму свою карту памяти от своей платки поставлю сюда и мы сейчас проверим за одной джистика карту памяти как она читает нажимаем x чтение вот нормально все сохраненки наш почитал вот мы играли и в крэша и медалью фонуру прошли все вертолетики ты стоит metal 4 и что-то еще что будем играть когда-нибудь попозже все окей обычно с этим проблем то и нету материнская плата и процессора у них все-таки надежно это же sony а вот приводы они заказывают китае и китайцы их иногда обламывают да кстати работ на 85 вольт либо питание вообще не греет не нагрелся ни на сколько мощности у него с запасом от ps2 вот тоже спрашивали как можно подключить ps1 если потерял бы питание да поставьте ps2 и не парить проблем нету кабель отходит у меня это не страшно все меняем привод ну а джой сейчас потестируем на моей фатки сразу чтобы их начать ремонтировать заодно увидим как они работают полетели странно ся она работает а вот аналога я включилась выключилась смотри-ка она отключается когда вниз почему-то и джой чувствовать все самолет разобьется мой истребителя странно в общем джойте то работает в принципе только почему-то аналоговое управление отключается с чем это связано без понятия может быть проверить контакты все еще раз посмотрите он что-то отходит смотрите видите туда-сюда удела сейчас она отключилась да походу шнур утрендец где-то пришлось их пристрелить только снизить садишься обзор снимать приходит школьники люди никого-то не было за окном так это черный джой от ps2 самые мои любимые версии сси пи аж 110 но он вибрирует еще как это классно когда вниз летишь чувствуется поток воздуха но можно даже виражи делать нормально эй паша ну как всегда проблемка нашлась че за юхня я не могу ни обороты не добавить не убавить да короче у проблемы с шифтами у этого джой у левый правый шифт не работают и нижний не работает вот эти штуки сверху надо менять у того короче аналоговое управление а у этого шифты вот такие пироги и все понятненько теперь стало на свои места что же чем займемся ps1 с ним более просто устроена чем ps fat и она и раскручивается легче и детали в ней скомпонованы в одни чипы то есть чипов меньше но по техническим характеристикам они ничем особо не отличаются заключение то что есть нет порта расширения и некоторые других прибор все подробности можете посмотреть предыдущих видео привод лазера снимаем и привод моторчиков то есть шлейф моторчиков и шлейф лазера отключаем можем снять защитный экран и мы добрались до сути вот вся ее материнская плата все основные комплектующие это вот этот вот этот вот этот процессор и графический центральный и соответственно чип ай о который переносит сигналы джойстиком карты памяти и так далее связывает всю поиску выйди в один и и устройство так аналог скажем так северного моста на компьютере чиповка так называемого всего в одной микросхеме выражен модель 12 c 508 микроконтроллер привод крутился значит предохранитель не сломанный и джойстик работал тоже мы посмотрели на по карту памяти с предохранителями тут все в порядке так что можно собрать хорошо здесь не надо ничего охлаждать принципе не считали специально сделано что не сильно грелись и она без радиатора вполне себе хорошо живет а вот он ее привод лазерный привод вместе с моторчиками ксм 440 б.м. вот такая версия стоит в сленке сейчас пока нужно его заказывать алиэкспрессу кстати будет под видео можете посмотреть можете ставить на замену например не б.м. а.е. м. а.е. м. это более длинный шлейф но они также подходят ко всему есть вот такая версия собственно который мы меняли да вот так он ну он уже поездженный но работать еще будет пока его поставлю на замену до того как мы найдем с алиэкспресса можно на нем погонять по приколу по крайней мере чистой диске она еще будет читать на нем смазан у меня был хорошо он тогда так что даже смазывать не нужно будет ничего мне кажется тут все литоли хоть и мне писали о нельзя литона смазывать все сломается взорвется нафиг нет ничего не взрывается все работает но так как вот этот от фатки он идет это у нас версия а ем у ней есть небольшие отличия вот если за сленки на фатку поставить можно а вот на фатки на слив мешает вот эти вот такие вот крепления тут стоят здесь же они как будто срезаны видите поэтому этих приводах если будете менять отпадки еще необходимо их немножко допилить а можно просто вот так вот показать аккуратно так же трубойся так резинку пока снимем чтобы ее не оторвать она еще пригодится нам и вот эти штуки аккуратно отпиливаем ну можно и по-вандальски сделать да они просто растрескиваются это у нас такой пластик вот так снимаю и вот так вот все мы превратили в его привод для снимки так резинку на место это у нас антивибратор который не передают ну она нужна без нее никак значит там все будет колбасить без резинки далее подрубаем сюда тут елки-палки 5 мешает теперь уже вот эта штука и раз теперь уже не мешает все ставим на место просто слишком мало места с рынке поэтому лучше его загнуть и поставить как было то есть когда вкладку я вставил приводы я обычно вытаскиваю максимальный шлейф чтобы он меньше всего гнулся но на снимке меньше места поэтому придется немножко загнуть его поставить как задумывалось разработчиком вот сюда он входил вот теперь уже можно сверху поставить пластик не знаю постоянно их вытаскиваю чтобы как бы меньше они гнулись и соответственно дольше служили мне кажется так чем длиннее соответственно шлейф тем меньше перегибов на нем будет это же логично поэтому зачем его замуровывать туда внутрь на многих устройствах которые разбирал дисковых лазерных у них всегда шли очень длинно стоит зачем это делать привод уже поудох и но я вам просто показываю как можно поставить от ватки на слимку привод вот и все при этом даже поменять вот эту пластиковую основу и она будет ничем не отличаться эдакий сюрприз единственного дает вот этот шпинделево да вот он колбасится на резинках стоит все нормально тут запас есть там шлейф сверху теперь у нас тут отключено подключено все собираем весь ремонт там болтается болтается не должно быть там ничего а шутчик надо убирать иначе он к нам попадет и будет потом бобова печальки они любят замыкать эти шурупы еще плеска готова следующее джойстик от ps2 тут неплохо так покусанный стик или погрызенный кем-то но как мы поняли у нас что-то с кнопочками этой кнопки вообще как будто запалит внутрь ведь они как-то слишком глубоко утоплено и обычно должны быть немножко повыше торчать чем больше болтов тем крепче корпус будет снимаем снимаем вот мы добрались до сути в принципе не такой уж и грязный а кнопочки то на месте просто видать когда собирали джой они вот так соскользнули а где-то вот сюда упираюсь вверх куда-то поэтому не было контакта также стоит два мотора большой вибратор я его называю и мелкий с маленьким грузиком это мелкая вибрация это большие взрывы например это пульки шутанах так тут все просто и почистим площадку обратно все поставим нормально штуки не должны быть вот здесь прям вплотную при подлежать прилегать да кстати я вот тут сейчас по своем загашнике пока поковырялся и нашел платку от ps2 гостика кстати кого интересуются эти запчасти стики вот эти грибки сами они есть подссылка под видео на ариэкспресс если вас какой-то из них сломан они кстати одинаковые что левый что правый вы просто выпаиваете тут у нас 14 контакт надо будет упаять но и обычно термофеном все это так пропаивается он вытаскивается под убираете его отсосом всего лишнее и вставляете новый туда и вот меняйте когда левый глючит а с другого джо берете ставите левый или правый так далее видите тут переменный резистор вот они вот отвечают за горизонталь например вот эти вот а вот эти вот за вертикали отвечают переменный резистор а еще когда мы не нажимаем вот так вот это слева кнопочка права кнопочка ведь вот такая обычная кнопочка так вот в виде как ставится всякой техники обычное аудио видео так вот чем прикол этой платки я взял из этих штук вдруг мне нужно поменять будет на моем любимом такого же джои и вот этой штуки рабочий грибок я не жадный и родимого подписчика который писал приставку а также спасибо за конфеты вот я тебе его поменять раз продумать черные тут серый был а этот черный короче так что такой бы цвет пока что ну на рабоспособности это не повлияет так вставляем туда до конца вообще она легко меняется кстати опять же говорю как все запчасти есть ссылка под видео есть еще на ps4 из нашу ps4 проблема с ними просто какая-то громенная что не рассчитали японцы сделали какие-то ужасные стики там вот они также меняется разбирайте вытаскивайте вставляете новые все можно конечно все помыть на просто если не хочу заморачиваться если вас интересует посмотрите видео как почистить джойстик ps3 полностью там принцип один в один просто он даже немножко попроще устроен помчим ps2 джойстика ладно неважно можно вот эти все пластиковые элементы просто взять и с помощью фэри какого-нибудь или другого моющего средства помыть так ваткой протираем все так вот следов так резинки резинки обязательно можете взять любую смазку я например графитный порт здесь тут хватит пол капли на два мотора это даже много будет не знаю этих просто вижу мотор смазываю графитом никогда еще не подводила смазка отлично работает все крутится и вертится годами потом вот и работает арел нифига мягко продадим стик тебе такой темный афроамериканский а второй нормальный эти отлично выходит там что не дождусь как поднять прямо хочется взять в руки играть уже видите все на своих местах каждая комбинация знакомых с детства клево а ну еще один джойт твик 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 вот он что что все аналогично можно провести но не хочу разбирать сами видели сколько это долго время происходит я все ставлю как есть я сделал по ленивому способу почувил нашел фук эту вы не представляете как я долго искал он глючит просто как будто везде обрыв на самом деле он вот такой в этом месте посмотрите раз чуть-чуть надавишь все отключается чем на других проводах хоть как и гните они работают вот здесь вот обрыв вот он все тут запасом берем где-то середина сантиметров по 5 вот так вот и отрезаем да да немножко по-вандарски ночью делать другого выхода нету где-то там оборванные провода их уже смысла нет восстанавливать только заново запаять вот косячный кусок провода я теперь до запускать передать пойку то выключите а то плюс-минус замкнем мало ли чё предохранитель опять выбит сейчас включить и выключить но толку нет все работе джонни будет что он просто очикрыжен ну и все тут сейчас нам задача простая аккуратно его раскрыть постараться больше провода не сломать тоже никакие вот такой у него толстый кабель внутри много жил проводов и не все по цвету поэтому не ошибемся также специально нитка чтобы от разрыва вот она защищает как раз но выдать на ней не не удалось и защитить в этот раз именно это место кабеля она вот и когда ее тянешь на себя вот эта нитка не дает порваться провода мы сейчас вместо нее что-нибудь придумаем я обычно проволоку толстую ставлю обратно починю такие штуки вот и разбираем второй шлейф так кран нужно чтобы от помех защищал чтобы на джой никакие помехи не действовали вот так все это вместе скручивается кран и 2 2 оголенных провода все остальные мы паяем по цветам все просто и вот теперь принципе понимаю почему такие надежные соневские джойстики смотрите кроме о той нитки который где связывает общий кабель чтобы не разорвался кроме экрана который тоже отдельно еще идет кроме масс массивного провода масса тоже который отдельно идет все остальные провода также внутри если присмотреться они как телефонные провода сделаны они сплетены с тоже с какой-то ниткой то есть они еще сами вот эти вот мелкие шлифы тоже на разрыв работает как он мог оборваться не удивляюсь только на ними реально можно было не знаю в качестве качельки использовать эту веревку и на нем покачаться вот она может оборваться а так вот реально смотри какой крепкий тут проложено даже ниткой все это клёво поэтому если хотите на ответственно какую-нибудь радиоаппаратуру которую вы собираете какие-нибудь девайсы которые вы делаете если там будет шлиф и вот ставьте шлиф от ps2 джоя мне кстати такой же шлиф стоит на руле от велик 3 велосипеды я там уже запарился менять который китайский с ним что я не все выруются со временем вот такое закрутил один оборот сделал и все он уже два года пашет и вообще не думает ломаться хорошие кабели самые лучшие в джоях сами сделаны для бешеных детей которые будут рвать их правда вот паять их тяжеловато сразу скажу потому что такие шлифы они как бы нитка пока не сплавится они толком не запаяются внутри поэтому всегда с канифолью такой делать фигачить вот так вот запаиваем поэтому вручную и не нужно даже делать имеется ввиду скрутки тут не проканают с долгу служить они не будут вот так вот когда мощно заливаете вам с канифолью вот такой вот контакт еще будет работать и подольше послужит и он нормально держит самое главное вот так теперь каждый контакт тут их много тут у нас их сколько получается раз два три 4 5 6 7 8 9 штук аж вот если смотришь ли если посмотреть самым разъеме девичь контактов используется ps1 и 2 вот все их запаиваем день контактов долгая история тогда у нас например 90 только синий бой за все был синий залить можно было легко узнать харккорного геймера по джойстику который был переклеен просто и со сектором но работал половина сюда повину туда проводов чтобы крепче было соединение наше для чего проволока сейчас покажу мы сделаем ей такую растяжку который будет укреплять наше соединение на разрыв отматываю немного думаю столько хватит откусываем и вот сейчас мы и закрепим делается это очень просто просто отсюда накручиваем немного и сюда накручиваем чуть-чуть получилось мягко говоря ужасно и некрасиво да нужно будет работать поверьте мне теперь уже не так-то просто разорвать его это самое главное главное чтобы надежность было помню детство когда мы чинили тензивские джойстики там есть спички пихал чуть-чуть не пихал чтобы он больше не обрывался там кровода были гораздо хлипче сами знаете китайские тонкие тонкие провода там чуть толще волосы были обрывались просто ногтем вот так можно было оборвать и что же втыкаем проверяем ура аналог работает теперь гнем провод разных местах как хотим вот в этом месте и и вуаля все чудеса случаются лампочка не гаснет контроль над самолетом теперь не будет потерян ей можно самый ответственный симулятор играть с чуваком другом мочить его по полной и но теперь правда не проканает такая отмазка что у меня джойстик гличит печальки наверно а может и нет нужно просто хорошо играть привод очень печальный вот из коммордж более-менее по качеству ну давай давай попробуй съешь его поживей давай метод ps5 на другой зубы ухты просто все зачитает его все равно не читает так этот ps2 когда вот так ставишь в виде башни что же опять пришлось разобрать в общем не хочешь никак читать поэтому я сейчас в общем использую самый плохой метод но это только для убитых приводов здесь вот стоит регулятор мощности лазера вот мы смотрим на нее только не надо внутрь смотреть иначе глазик можно видите . есть но слабая слабая . и если его покрутить на пол оборота но правда недолго после этого живет но нам просто для теста сейчас хватит правда даже сильно слишком важно возили этот убитый же все равно сейчас посмотрим точку видите гораздо ярче стало все вот нажимаю вот это вот как будто опущена крышка теперь она гораздо ярче светит и теперь у нас это диск с тестом этого четвертом мы играли который на твиче он кстати работает как сидя аудио диск я бы я им хочу проверить потому что он не требует чип если сидя аудио использовать тут я переключил режим плеера давай прочитаю и прочитала прочитала так секунду да заработал сиди по и разработал вы не поверите в твой реверантом состоянии еле как запустила диск с медальки совсем печально с лазером значит чип работает если запускает пиратский диск значит чип работает что же проверяем это джей который мы тут безумно скрутили вот таким вот мощным мощной скруткой с проволокой да все по что ее по штаналке не отключается теперь только если вручную играть можно вот поломка то принципе детская так вниз вверх работает влево вправо есть shift и самое главное повышаем река зараза лево все равно не работает еще блин как оказалось второго джоя не все так просто не просто работ не работает вот это вот левая левая часть шифтов и верхняя 1 2 нижней они работают также половина крестовины практически поэтому он только поворачивает в одну сторону вот сюда так вот сюда не поворачивает он то есть вот эта дорожка она идет как раз на две кнопки этого дорожка общая для низа для лево и для верха вот она идет 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 на эти shift и и она нифига не поворачивает вот тут теряется контакт вот здесь вот вот в этой стороне эти вот это место но просто прозрачная так не должно быть надо его как-то теперь восстановить вообще если у вас такая же поломка есть два варианта решения проблемы сама дата электрическая подложка с дорожками она продается отдельно на ариэкспресс ссылка будет под видео можете посмотреть в принципе ну не дешево скажу я вам слишком завышена цена за нее но все равно это будет лучше чем купить китайский джой мы восстановим таким способом там всего лишь вытаскивается вот здесь шлейф полностью и вставляется полностью новая подложка я принципе до этого также предполагал что существует даже слышал что существует лак который проводит электричество или краска или даже клей спасибо термоклея только который переносит электричество и вот именно с таким такими вещами и чинят эти платы сюда мы должны просто капельку такого вещества положить она засохнет и одновременно она будет проводником это будет идеальное решение проблемы и мы починим наш контроллер я так думаю так нарисовал в кавычке дорожку пятно из графита смотрите-ка у него действительно есть сопротивление 2,26 килоом сейчас чем ближе я подношу щупы тем меньше сопротивление 10-11 килоом честно скажу это не идеальный вариант это не замыкание получается это получается просто такой проводник резистор мы сделали это в качестве источника графита хорошего качества я возьму такую батарейку отработавшую свое время внутри них всегда стоит стержень из графита он то нам и нужен мне кажется его качество будет повыше чем от карандаша и поэтому сопротивление будет ниже снимаем крышку вот он графит наш любимый графит суперский материал на самом деле говорят за ним будущее имеется ввиду что какие-то нано проводники делают на основе графита который будет иметь нулевое сопротивление практически а я бы обломал стержень такие у мое чуть-чуть не такой косорукий то есть очень-очень близко делать но не замыкать чуть ли не один он показывает что ж смотрим на наши химические реактивы можно даже с канифурой смешать но я использую старый проверенный лак вот такой я им когда-то платы рисовал просто перемешиваем чтобы он приклеился к платье и все сейчас еще поваляем чем больше валяем тем лучше ладно теперь вот эту вот консистенцию черную лак перемешки с графитом аккуратно наносим на нашу злосчастную дорожку на гастрадальную 7 кОм ровно 7 кОм да многовато немножко но надеюсь после подсыхания будет лучше контакт но потом потестируем так что все в принципе вот весь ремонт надеюсь на нем и останется так давай 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 эй эй елки-палки елки-палки фух наконец-то и две недели не прошло шучу почти месяц я ждал вот эту посылку которая позволит починить нас жестик наш жестик так это это шприц почему-то открытый ё-моё открылся это когда я его нет сюда потому что я его немножко согнул не заметил вот все ну блин печально что открылась но будьте аккуратны с ним пишите в рдасту пусть он как-то получше упаковывать это конечно не очень хорошо ладно ссылка к ней купить будет под видео и это такой шприц на один кубик он заполнен даже 0,1 получается даже меньше миллилитра да гораздо меньше и с помощью него мы теперь восстановим нашу дорожку как можете заметить предыдущий эксперимент и ничем хорошим не ударить я только загвоздал все в этом графитном порошке в итоге проводимости так и не было еще и подпортил дорожку тем что ее чистил постоянно так что стираем все все наши предыдущие поделки из лака такую тонкую технику только пастами надо ремонтировать надавливаем на него и все места покоцанные восстанавливаем 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 дорожки да чуть-чуть появилось надо делать это аккуратно потому что это только проводящая паста она в легкую замкнет что-нибудь если что-то лежит рядом в принципе чем-то похоже на лак тот самый который мы делали скорее всего там тоже самое рецепт приготовления какая-то структура подобие лака а вот так нельзя делать блин так тяжело рисовать их так вроде соединение есть теперь я думаю надо ее разгладить такой запах интересного какой-то такой как будто мятый необычный запах но почему-то мне приятный может действительно залка для ногтей какого-то делают вот с ароматом ванили это кошмар вы не представляете как бы не просто ее наносить она вся размазывается по всем сторонам все время пытается норовить замыкать с замыканием с соседней дорожкой в итоге я еле как его навозюкал вот тут это конечно не очень хорошо видно очень грязно получилось с одной стороны но я теперь жду пока она подсохнет а потом я до конца растеру как только начинаешь растирать она начинает просто так прилипать что никуда потом не девается но походу с клеем идет каким-то я хочу проверить ее токопроводность если есть такой термин конечно что-то я не понял это вообще та паста или нет или это термопаста она вообще не проводит у меня графит и то лучше проводил что за хрень ой 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 я поставлю на фен на 100 градусов довольно теплый горячий воздух в течение часа например потом проверим может появится проводность у нее когда высохнет о смотрите-ка она действительно проводит ток проводник 17-16 ом ну не так хорошо как проводник но нормально обе дорожки целы замыкания между ними к удивлению нету вот здесь то вот здесь вот начнем и вот здесь вот она не проводилась до этого места даже ска раз ковырял проводится такая эта дорожка есть все надеюсь мы починили это по тесте ой понижаем повышаем обороты влево вправо отлично крестовина вверх влево вправо теперь вправо не работает а работает просто тут слишком много я накапал надо немножко собрать чистить чуть-чуть шилом ну а так все джой починен что и следовало ожидать так что чиньте свои джои с помощью этой пасты она высохла сейчас даже неоткличима ну так тонкая стала и мягкая клево ладненько собираем все играем и прощаемся просто покажи что ты работаешь все ничего не надо больше перевод мы заказать успеем мне видео заканчивать надо давай быстрее максинка разговаривать с приставкой ну вот так вот что за insert playstation формат диск что